у меня знакомый приехал сейчас в батуми так что ухты ворби сейчас нахожусь плитка разваливается короче знакомый у меня приехал батуми банных дел мастер-профессионал и мы идем в баньку сегодня на целую банную процедуру мы доехали до кабулете сейчас ищем баню у нас через пять минут начинается по идее время и пойдем участвовать парильной программе я даже не могу сходить париться потому что там целая программа ритуал какой-то ну мне кажется андрей сейчас разнесет всех потому что он то прям ценитель такой профессионал в общем с легким паром меня попарились классно отдохнул душу и телом пара не только банька такая себе зато пар мастер хороший вот короче не зря сходил на иголках этих как они называются ну да постоял на гвоздях парили подышал всякими травами общем кайф рекомендую доброе утро или грузинский вам физкульт привет мы сегодня с нашей проснулись тут как сумасшедший рано я наверное в 7 утра открыл глаза ну и как-то и даже почувствовала видимо что пора вставать в общем решили раз уж мы встали пораньше а пойдем-ка мы побегаем мы думали об этом довольно долго что не пойти ли нам бегать мы сегодня в общем все карты сложились смотрите на дашка там приседает в общем даже разминается тут какой-то другом пришел вот мне кажется я сейчас также готов лечь на пляже ты все но нет у нас спорт разомнемся и пойдем бегать и 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 так ребята короче пробежался дашка куда-то вперед освистала а я бежал шел бежал шел комбинировал такая тренировка Как, знаете, график волны По синусоиде тренируюсь В общем, у меня свой режим Вот Сейчас в обратную сторону двигаю Если резюмировать, то Я, конечно Что-то вообще не спортсмен Но А вот так с утра чуть-чуть пробежаться Пройтись, подышать Свежим утренним морским воздухом Посмотреть Как просыпается город Вот это классно Это рекомендую Короче, я В обратную сторону То бегом, то шагом, то трустою, то голопом Прибежал туда Ну, где мы уже тут Набережная для нас заканчивается Нам надо через парк уходить в сторону дома Поотжимался Тут так видео чуть-чуть помонтировал В телефоне Вот В общем Дашу ждал Она прибежала Она тоже не бегала Это очень давно Вот эти вот все То, что раньше по утрам-то она там Всем доброе утро Хорошего дня Когда вы это видели Когда вы это видели-то последний раз Мне нельзя было Да Вот И теперь Она взяла и 6 километров пробежала Ты как вообще? Нормально Завтра посмотрим Завтра проверим А че тут близко А че ты так сразу взяла? Просто я как-то В одну сторону забежала А в обратную уже тяжело было Так что так Мы с Дашей тут в такой чудный день А сегодня он правда чудный Потому что на улице 20 с лишним градусов Солнце Мы решили прокатиться по окрестностям Выехать хоть чуть-чуть в горы Но недалеко Там снег еще везде лежит А так Тут возле Батуми Ну и правда Оно выглядит прям бомбяо вообще Вон Даша Вся в снаряге Привет вам от кузнечика Нормально ты выглядишь Как мотоспортсмен Мы доехали до какой-то первой горной реки Она вот оттуда спускается И вот туда течет Логично же Реально Она прозрачная Вот вода чистая прям Вот тут в Батуми реально чистая вода Вот даже в городе Питьевые фонтанчики стоят Да и мы пьем из-под крана Вообще нормальная хорошая вода Она же по-любому вся с гор течет Вот Но это только Первая река Мы сейчас поедем по маршруту Там еще красивые места будут У нас сегодня весь день Будет посвящен Путешествиям вокруг Батуми В январе мы с Антохой и его семьей Ездили сюда на мост царицы Тамары Сейчас я привез сюда Дашу Правда тогда было как-то очень пустынно А сейчас много народу Река стала вообще абсолютно другого цвета Тогда она была цвета боржоми А сейчас Ну видимо с гор грязь вот то что Летит Ну смывает ее сюда Ну вот так Ну до какого-то момента будет такая Потом снова будет нормальная обычная Вот Здесь особо ничего не поменялось Здесь так же хорошо Но в теплый солнечный день здесь вообще прекрасно Накатались, проголодались Сейчас пообедаем И дальше путь А это хашлама Ну вот собственно и все Мы сегодня накатались Нормально так прокатились Из Батуми до села Кеда Там поели Нас угостили вином Там какое-то особенное вино Ну вот нам дали цоли каури Цоли каури Вот так И все Мы приехали домой Накатали конечно Нормально километров Устала Дашуль? Да Да? Че устала? Пятая точка Фирение части Мне тяжело Понятно Это очень тяжелый ряд Поэтому давай уже Закатываемся Ну все Даша с вами прощается Похоже Че-то мы накатались Я прям тоже устал Пришли домой Сходили в душ В футболках Пошли гулять Потому что погода сегодня шепчет Почти лето Плюс 21 Уже вот вечер А все Все прекрасно Солнце 21 Такое ощущение Что сезон начинается Но наверное это Я тороплюсь с этим Потому что С завтрашнего дня Дожди на 4 дня Будем работать целыми днями А вот сегодня пока Шикарная погода Гуляем Гуляем Весь день На свежем воздухе Сегодня реально Очень много народов Все выползли В теплый день Гуляют Но сегодня еще Помимо того Что погода хорошая Еще и Матч с Болгой Сборной Грузии Против Норвегии Сегодня будет играть Хвича Кварацкеля За которого болеет Вся Грузия И Батуми Потому что он Я так понял Что Играл раньше В Батуми И он сейчас В Наполе В Италии Ну вообще Звезда мирового масштаба За него Вся Грузия Трэм топит Вот Как раз кстати Футбольная команда Проезжала мимо нас И через центр Тут вообще были пробки Все гудели А мы А мы Пришли на закат Потому что Для нас Это тоже Такое классное Времяпрепровождение Мы часто выходим В хорошую погоду Провожать солнце Вот пожалуй На этом И надо остановиться Потому что мы Что-то весь день В движении Посмотрим Как солнце садится А дальше не знаю Не знаю Чем займемся Либо домой пойдем Либо куда-нибудь За сборную болеть В какое-нибудь заведение Ребята У нас ураган начался Реально Мы сейчас сидели Буквально за минуту Меньше даже Просто такое ветрище Подул Не было Подзатянуло А там вообще Какой-то страшный звук Если честно Видите там все летает Там реально ураган Это что вообще С погодой-то Там просто жесть Пошли-пошли Вот ветер Подходит Видишь Вот он Вот Ветер прям все Раскидывает Очень мощный Очень А ты где находишься Капец ребята В такой ураган В такой ураган Я еще не попадал Жизнь таки Пит Тут То землетрясение Недалеко То мина То ураган Ребята Это похоже на Фильм апокалипсис Я вижу Деревья падают Выкорчевывают Металлические листы Летают Мы только Уворачиваемся Но один вот Дашку зацепил По рюкзаку Меня по ноге Но не сильно Вскользь О Останавливания нет Но страшно Честно говоря Похоже Человеку Унесло Прямо Из одежды Капец Он уже Возле дома Но ветер Беспощадный Честно Помочь? Да Помочь Помочь В общем Добежали мы до дома Вроде бы Даже Целые Невредимые Успели Все нормально Но в такой Апокалипсис Конечно Ну я попал Впервые Даша тоже И Ну мы не знаем Как правильно В таких ситуациях Вести себя Но по крайней мере Я держался подальше Деревьев И домов И оглядывался И смотрел Наверх Чтобы сверху Ничего не падало Ну хотя бы Ну хотя бы Как-то Увернуться Вот Страшно Если честно Немного страшно Вот И Мы подумали Хорошо Что у нас тут Нет машины Мы сейчас Капец Переживали Потому что Там вообще Летает все Ну вы видели Там баки катаются Деревья падают Все летает Предметы Кошмар Вот Это видимо В связи с Наступающим Похолоданием То есть Сегодня 21 А завтра Будет Что-то 8 Или что-то такое Вот И видимо Такая смена Ветра В общем Все нормально Мы дома Все хорошо На этом День заканчиваем Я думаю Что Уже никуда Сегодня не пойдем Сейчас Включим Футбольчик Грузия Норвегия Через интернет И Буду Смотреть И отдыхать И то Что нас Сегодня Угостили Вином В этом Селе Кеда Вот Такую Бутылку Дали Ну мы Там Лимонад Пили Нам Полностью Заполнили Сказали В подарок Очень Приятно Спасибо Большое При том Что здесь Ну Литр Наверное Да Здесь Литр Просто Литр Хорошего Вина Подарили Домашнее вино Очень вкусно А учитывая Что это Из Кеда Там Виноград Редкий Очень Ценится Прям И Нам Такого Вина Цоли Коури Налили Вот Целый Литр Вот Сижу Смакую Очень вкусно Да Будем В Кеда Обязательно Заедем Купим Ураган Мы пережили После этого Четыре дня Затяжные Дожди Вот Прям Целый День Льет 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 Вообще Тоска Гостиная В общем Все как надо Вот Пойдем с Антошкой Сейчас По Магазинам Мы хотим Я хочу Чтоб он мне показал Где он рядом с моим домом Нашел мясной магазин С бараниной Мне интересно Прямо увидеть И я куплю И Тут же где-то делают Хинкали Чтоб мне не ездить туда Далеко Антоха где-то здесь Рядом со мной нашел Вот Пусть покажет И Прогуляемся заодно Немножко Баранину Суде Антоха меня привел В какой-то мясной магазин Барашка Кусный Кузу-кузу Брать будем А Эти вон Ребят Смотри В клубе Тут все Просто Со стеклом Прям Молочный Запах Вкусно пахнет Баранину Мякоть Я взял И Говядину Мякоть Я тоже взял Поэтому Сегодня вечером Пожарим барашка На гриле Может быть там На днях Я хочу Суп сделать Может быть Харчо Приготовлю Что-нибудь такое В общем Вкуснятина будет Значит Ребят Мы Вчера Наготовили Баранины Пюрешечку Сделали С жареным лучком Вот Посидели Пообщались А сегодня Мы с Дашей Мы же блогеры Мы идем на мероприятие Для блогеров И рекламодателей Вот собственно Посмотрим Что это такое Кто там будет И в чем профит Но к сожалению Мероприятие платное Поэтому Как ни странно Платят не рекламодатели А блогеры В том числе Видимо Да все платят Вот 50 лар Нам на двоих Сейчас посмотрим Тут на соседней улице Бар И вот в этом баре Проводится Дашка Ты чувствуешь Вообще себя Причастной К искусству блогинга Нет Дашка короче мероприятие оказалось очень скучно ну как просто было знакомство с разными людьми просто все выходили на сцену не кстати не все даже и представляли себя и свой проект бизнес или это площадку какую-то ты чё думаешь как и не знаю первый раз на таком может быть я тоже первый раз и наверное последний